МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». Меня зовут Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Создать благоприятные условия в Доме правительства прошло заседание межведомственной комиссии. Лето безопасности. Члены общественной палаты проверяют состояние загородных лагерей. Пахать не перепахать. В Цивильском районе завершился конкурс пахарей. Сегодня прошло заседание межведомственной комиссии по анализу эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления в Чувашской республике. К разговору в режиме видеоконференции подключились и руководители муниципалитетов. Как отметил президент России Владимир Путин, смысл работы контрольно-надзорных органов заключается не в выдаче предписаний и сборе штрафов, а в создании благоприятных условий для предпринимателей. 7 июля 2016 года в ходе заседания правительственной подкомиссии по совершенствованию контрольных, надзорных и разрешительных функций федеральных органов местного инвластия было отмечено, что устранять избыточные и дублирующие функции контрольно-надзорных ведомств будут с учетом мнения отраслевых объединений, имеется в виду общественных организаций. Уважаемые коллеги, новые подходы в работе надзорных, контрольных, правоохранительных органов, совершенствование нормативно-правовой базы контроля и надзора дает определенные результаты. Вы сами это ощущаете. Можно сказать, мы многое сделали в этом направлении, но потенциал у нас имеется. По итогу мониторинга контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного совправления Чуваши в первом полугодии этого года по сравнению с прошлым отмечается снижение количества проверок на 17%. В то же время больше стало привлеченных в дисциплинарной ответственности по результатам проверок. Впрочем, речь идет не о десятках нарушителей, а о единицах. А вот где без проверок не обойтись, так это в обеспечении противопожарной безопасности. С начала года в Чувашии зарегистрировано более 450 возгораний. Количество погибших уже превысило 50 человек. Мойва Чувашии поручил всем ответственным лицам держать ситуацию под постоянным контролем. Сельскохозяйственная перепись набирает обороты. Как ее проводят в республике, глава Чувашии обсудил на рабочей встрече с руководителем Федеральной службы государственной статистики. Подробности в следующем материале. Сельскохозяйственная перепись в республике идет без боев и по графику. Ее результаты лягут в основу формирования новой аграрной политики. Михаил Игнатьев отметил, что это осознают многие жители региона. Я сам информационного планета и представитель средств массовой информации оказывается действием, чтобы максимально информировать цель не дополнительного налогоблажения, а цель заключается в том, чтобы знать, сколько всего того у нас есть и касается уже продовольственной безопасности. Это уже национальная тема на государственном уровне принимать или скорректировать те государственные программы, которые нужно сделать для того, чтобы и накормить россиян, и на экспорт продавать продукцию. Во время рабочего визита Александр Суринов успел пообщаться и с переписчиками. Руководитель Федеральной службы отметил, что специалисты отлично знают свое дело. Переписчики очень сильные, очень хорошие подобраны, знающие, как бы сказать, ну, собственно, и сельскую жизнь, и все вот эти нюансы тоже очень важны. Потому что, ну, понимаете, горожанин есть горожанин, ну, не то, что там совсем они глупые, там думают, что булки, там деревья граждан, но, тем не менее, есть специфики. И сельский житель, когда с ним говорят на родном языке, понятно, он, понимаете, он более откровенен. Поэтому мы тоже хотим, чтобы это было максимально откровенно. В республике переписчиков обеспечивают всем необходимым. Для сбора информации они используют и планшетные компьютеры для автоматизированной обработки данных. Сельхозперепись завершится 15 августа, но ее окончательные итоги подведут в конце года. Медрик Ковалев, Республика. В мэрии Чебоксар кадровые перестановки. Глава администрации города Алексей Ладыков освободил от занимаемой должности своего заместителя Максима Семенова. На вакантный период, исполняющем его обязанности, назначен Алексей Маклыгин. Руководителем управления муниципального контроля администрации города стал Николай Каргин. Штатная численность нового управления – 21 единица. Образовано оно путем реорганизации существующих отделов и не влечет за собой увеличение численности администрации города Чебоксары. Чебоксарская гимназия номер 4 получила статус у юношеской франкоязычной лингвистической сети партнерских школ посольства Франции в России. Свидетельство было вручено на Всероссийском семинаре преподавателей французского языка. Пока преподаватели повышают квалификацию, школьники отдыхают в загородных оздоровительных лагерях. Какие условия там созданы, проверяют члены общественной палаты Чувашия. Вопрос с путевками в детские оздоровительные лагеря по-прежнему актуален. Но перед тем, как отправить свое чадо в лагерь, стоит удостовериться, все ли там в порядке и нет ли нарушений. На этот раз члены общественной палаты Чувашия оценили деятельность четырех лагерей – «Звездочка», «Росинка», «Волна» и «Надежда». Сейчас открылись вторые смены. Но вопросы размещения, содержания и режим работы мест отдыха по-прежнему требуют особого внимания. Члены комиссии проверили качество питания, обеспечение пожарной безопасности, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, функционирование системы видеонаблюдения. В каждом лагере для обеспечения детской безопасности привлечены частные охранные предприятия. Вот только некоторые охранники отсутствовали при входе на территорию лагеря. Также недопустимым комиссия признала то, что сами дети охраняют водоемы. Выводы, сделанные после посещения лагеря, общественная палата Чувашия отправит в Республиканские надзорные органы и Общественную палату России. За полгода более 2,5 тысяч водителей-должников лишены водительских прав. За неуплату алиментов будут привлекать к уголовной ответственности по упрощенной схеме. Об этом говорил на брифинге главный судебный пристав Чувашии Анатолий Иванов. Более 6 миллионов рублей удалось взыскать с водителей-должников, а более 2,5 тысяч человек лишены водительских прав. Еще одно нововведение. За неуплату алиментов могут привлечь к уголовной ответственности сразу после административного наказания. С 15 июля таким образом отменяется понятие «злостность». В ходе встречи говорили и о возможности получения государственных услуг на сайте управления в электронной форме. С начала года таким способом уже воспользовались около 200 человек. Конкурс пахарей. В рамках республиканской выставки «День поля-2016» механизаторы нашей республики продемонстрировали профессиональное мастерство. Трактором пахать, не лопатой копать. Тут нужно мастерство. Высший класс по вспашке земли показали механизаторы на ежегодном конкурсе пахарей. 22 конкурсанта из 18 муниципальных районов республики соревновались за звание лучшего. Данный конкурс организовывается Министерством сельского хозяйства Чувашьей Республики. И в целях, и цели так и преследуют для поднятия престижа профессии механизатора. И судя по сегодняшнему конкурсу, на самом деле, не только словами, на словах, а на самом деле профессия, престиж профессии механизатора повышается. Сегодня много участников. Очень важное такое мероприятие для молодых людей, для выпускников учебных заведений, которые решили связать свою судьбу с работой на земле. В конкурсе соревновались как молодые механизаторы, так и трактористы со стажем. Например, Небе Алимов работает механизатором вот уже 30 лет, но в подобном конкурсе принимают участие впервые. У меня же наследство не уже. У меня и отец трактористом был. Где-то около 5 лет. За руль сел с отцом вместе. Ну, на коленках, конечно. Рост-то маленький был. До педали ноги не дотрягивал. Отец вот научил. 10 метров в ширину и 100 в длину. Такой участок должен был вспахать каждый участник. На все про все механизаторам давалось 15 минут. После прохождения первой борозды специалисты измеряли глубину вспашки и прямолинейность. В итоге победителем конкурса пахарей стал механизатор из Ибресинского района Василий Корнилов, серебряным призером из Осим Романов, а бронзу завоевал Владимир Кукурузов. Единственная же в конкурсе женщина-тракторист получила звание «Самый очаровательный механизатор». Кстати, лучшие пахари представят Чувашию на российском дне поля. Юлия Важенина, Надежда Яковлева, Олег Якимов, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин